Божьи слова на каждый день Бог лично не спасал пищу и питье на пользу людям и лично не спасал проклятие, чтобы обличить людей. Следовательно, каждый шаг своего труда Бог совершает лично. Сегодня люди ждут фактов, они пытаются увидеть знамения и чудеса, и вполне возможно, что все эти люди будут покинуты, ибо работа Бога становится все более реальной. Никто не знает, что Бог сошел с небес. Люди до сих пор не подозревают, что Бог не спасал с небес пищу и бодрящие средства. Тем не менее, Бог на самом деле существует, и дивные картины тысячелетнего царства, которые люди представляют себе, также являются личными словами Бога. Это факт, и только это является правлением с Богом на земле. Правление с Богом на земле имеет отношение к плоти. То, что не имеет плоти, не находится на земле. Таким образом, все те, кто уделяет большое внимание тому, как попасть на третье небо, делают это напрасно. Однажды, когда вся вселенная вернется к Богу, центр его труда во всем космосе будет следовать голосу Бога. Где-то какие-то люди будут звонить по телефону, некоторые полетят на самолете, другие взойдут на борт судна, чтобы пересечь море, а кто-то будет использовать лазеры, чтобы получить Слово Божье. Все будут пребывать в восхищении и вас жаждут, все они приблизятся к Богу и соберутся навстречу Богу. Все будут поклоняться Богу, и все это будет деяниями Божьими. Помни об этом. Бог ни в коем случае не начнет заново где-то еще. Бог доведет до конца данное дело. Он вынудит всех людей во всей вселенной прийти к Нему и преклониться перед Богом на земле. А в других местах его работа прекратится, и люди будут вынуждены искать истинный путь. Будет так, как это было с Иосифом. Каждый пришел к Нему за едой и поклонился Ему, ибо у Него была пища. Для того, чтобы избежать голода, люди будут вынуждены искать истинный путь. Все религиозное сообщество испытывает страшный голод, и только Бог настоящего времени является источником живой воды, обладает неиссякаемым источником, который предложен человеку в пользование. И люди придут и получат от Него помощь. Это будет время, когда деяния Божьи будут доведены до всеобщего сведения, и Бог будет прославлен. Все люди по всей Вселенной будут поклоняться этому непримечательному человеку. Разве не будет это днем Божьей славы? В один прекрасный день старые пасторы будут посылать телеграммы в погоне за водой из источника живой воды. Это будут люди преклонного возраста, и все же они придут поклониться этому человеку, которого презирали. Своими собственными устами они будут приветствовать и в своих сердцах доверяться. Разве это не знамение и чудо? Когда все царство ликует, это день славы Божьей, и всякий, приходящий к вам и принимающий Божью благую весть, будет благословлен Богом. Такие страны и такие народы обретут Божье благословение и попечительство. В будущем управление будет таким. У тех, кто обретает Слово из уст Божьих, будет путь, которому они будут следовать на земле. Будь они бизнесменами или учеными, преподавателями или промышленниками. У всех тех, у кого Слов Божьих не будет, даже один единственный шаг вызовет затруднение. Они будут вынуждены искать истинный путь. Вот что означает фраза «С истиной ты обойдешь целый мир. Без истины не достигнешь ничего». Факты таковы. Бог будет использовать путь, который означает все его слова, чтобы управлять всей Вселенной, руководить людьми и покорять человечество. Люди постоянно уповают на великие перемены в возможностях, посредством которых действует Бог. Откровенно говоря, именно посредством слов Бог руководит людьми, и ты должен делать то, что Он говорит, хочешь ты того или нет. Это объективный факт, и Он должен соблюдаться всеми, следовательно, это неотвратимо и общеизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok